Рисующие и будущие иллюстраторы, давайте сегодня поговорим на животрепещущую тему, как оцифровывать свои рисунки, нарисованные от руки. Надеюсь, все понимают, что сначала их нужно отсканировать или хорошо сфотографировать. Я предпочитаю сканер. У меня дома самый обычный сканер-принтер. Все в одном А4 домашний, без всяких наворотов. То есть качество, конечно, не ахти. Я подозреваю, что у вас примерно то же, поэтому от этого и будем отталкиваться. Итак, вы отсканировали свои рисунки. Они у вас готовы на флешке или в компьютере, или где вы их храните. Следующий момент. Я не открываю сразу отсканированный рисунок. Сначала я открываю тот формат, который мне нужен. То есть, допустим, я хочу, чтобы мой рисунок был в формате А4. То есть я иду в Photoshop, файл, New. Выбираю International Paper A4. Всегда резолюция 300 пикселей и формат RGB. Начинаю с RGB. Если я потом собираюсь печатать, то перевожу в CMYK. Окей. Вот наш А4. Теперь мы сюда хотим вставить наш отсканированный рисунок. Идем в File. Place. Где у меня тут отсканированные рисунки? Где-то я тут сохраняла. Ага, вот он. Place. Вот как раз хороший пример. Потому что тут нарисовано и красками, и карандашами, и всем угодно. Есть и белый фон. И качество, как вы видите, не фонтан. Ну, сразу подвинем на серединку, чтобы у нас были хорошо размещены наши рисуночки. Теперь нам нужно, в общем, сейчас мы не можем редактировать этот слой. Нам нужно его сначала, я не знаю, как это называется, разрешить форматирование. Окей. Для этого тыкните на него любой кисточкой или стирательной резинкой и нажмите ОК. Так, вот наш отсканированный рисунок, необработанный. Что мы делаем? Первое, что я всегда делаю, я иду в Layer. Нет, не Layer, я иду в Image. Image, Adjustments и Levels. Это наша контрастность. Так как нам вот этот вот белый фон не нужен, его желательно убрать. Для того, чтобы его убрать, он должен быть белым при белом, чтобы мы могли его четко выделить. Ну, и наши звери тоже могут быть поконтрастнее. То есть, если я черную эту штучку двигаю к центру, все цвета становятся темнее и ярче. Если белую, то белый фон становится более белым. В общем, контрастность увеличивается. И по серединке двигаем, тоже понятно, что делать. Ну, вот так вот. Немного более выразительными они стали. ОК. Но уже наш рисунок смотрится не так уж плохо. Следующий момент. Я бы хотела убрать этот белый. Мало ли, может я хочу этих животных разместить на каком-то фоне. Как мы это делаем? Чтобы было наглядно видно, я открою еще один слой и залью его каким-нибудь сереньким. Вот мы видим наш белый рисунок. Теперь мы хотим этот белый убрать. Мы идем в Select, Color Range. Выделяем этот белый. Вот двигая эту штучку, мы можем контролировать, как много или как мало белого мы хотим выделить. Но мы хотим, чтобы наши животные были темные. ОК. Ну, приблизительно так пойдет. И нажимаем кнопочку Delete. Вот у нас наши товарищи уже немножко поменяли цвет. Опять же, вы видите, что у нас белый исчез из самих персонажей. И это не прикольно. Нам бы желательно под персонажей цвет вернуть. Поэтому мы открываем еще один слой под этим. И кисточкой любой делаем, закрашиваем только наших животных. Я всего закрашивать не буду, чтобы не тратить ваше драгоценное время. Но вы поняли, аккуратненько закрашиваем всех персонажей. Только те места, которые нам нужны. Я очень редко пользуюсь обычной кисточкой твердой. Я выбираю кисточки, которые максимально похожи на реальные, живые материалы. Допустим, эта кисточка рисует вот так. Это что-то типа пастели. Мне она больше всего нравится. Я ей часто рисую. Потом мы убираем с нашего рисунка всякую ерунду ненужную. В общем, все лишнее мы резиночкой аккуратно подтираем. Ну и закрашиваем белым. Вот видите, наша зебра уже потихоньку ожила. Точно так же можно поступить и с другими персонажами. Следующий момент. Вот у нас остался очень некрасивый. Лишний белый вот здесь. Вот вы видите огрызки этого белого. Его желательно тоже убрать. К сожалению, быстрого решения этого вопроса нет. Придется тоже выбрать резинку, которая максимально по текстуре напоминает ту текстуру, которую вы рисовали. Ну, я возьму как раз. Если я ее найду. Видите, у меня тут вагон и маленькая тележка. Сейчас окажется, что она в самом начале. Я редко просто пользуюсь этим компьютером, поэтому... Открыла его специально для вас. Вот она. Потому что на своем планшете я не знаю, как сделать видео. Вот мы взяли кисточку, которая текстурная. И мы аккуратненько убираем лишнее. Да, я понимаю геморрой. Но если у нас такой ручной рисунок, то нам нужно быть максимально аккуратными с ним. Чтобы выглядело все максимально реалистично. Ну, что-то в этом духе. Но вернемся к нашей зебре. Давайте я уберу этот задний слой. Допустим, мы закрасили всех белым. Вот наши. Или нам вообще не нужен задний фон. Вот наши персонажи. Что еще можно с ними сделать? Как еще можно улучшить? Допустим, вы хотите просто отсканировать свой рисунок и просто довести его до ума. Чтобы он выглядел более-менее прилично. Так как вы открыли свой рисунок уже в правильной резолюции, он у вас уже должен выглядеть при печати весьма прилично. Что еще я обычно делаю? Ну, иногда мне хочется поменять color balance. То есть, допустим, мне кажется, что слишком много желтого в рисунке или слишком много серого. То есть, я двигаю вот эти вот штучки. Они меняют не кардинально, а чуть-чуть и позволяют играться с рисунком, пока я не нахожу максимально оптимальный вариант. То есть, вы понимаете, что можно двигать как угодно. Ну, мне в данном случае все нравится. Еще что можно сделать? Допустим, меня не устраивает какой-то конкретный цвет. Я иду image adjustments и я иду replace color. Допустим, я хочу, чтобы вот этот вот какой-то розовый, красный стал, я не знаю, зеленым. Мы его выделяем. В fuzziness мы увеличиваем, какой объем красного мы хотим выделить на рисунке. Ну, пусть будет вот так вот. И мы двигаем hue. hue, 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 это как-то на русском будет, да? Цвет. Вот. То есть, мы можем поменять один конкретный цвет в рисунке. Если мы хотим поменять цвет только на штанах у нашего льва, мы берем ласса. Так, cancel. Мы берем ласса. Мы выделяем только нашего льва. Теперь идем image adjustments. Replace color. Выделяем наш красный. Так что вы видите, если я выделю весь красный, он захватит и самого льва. Самого льва цвет я менять не хочу. Хочу поменять только цвет штанов. И мы меняем цвет штанов, как хотим. Видите, у него еще и ротик меняется. Придется потом вручную докрашивать. Ну, вот, допустим, мы хотим такое сделать. Окей. Ctrl D будет deselect. То есть, вы убираете ласса. Но мне это не нравится. Я хочу назад. Пусть будет назад. Так, что еще можно сделать? То есть, вы поняли. Вы можете работать конкретно с каким-то цветом. Чем я еще? Ну, hue, saturation, все понятно. Вы выбираете, насколько насыщен будет цвет. Или насколько он будет ненасыщен. Тоже очень полезная штука. Если, допустим, вы нарисовали слишком ярко, вам бы хотелось приглушить тон, вы это смело можете сделать здесь. Или вот здесь проконтролировать, как светел или темен будет ваш рисунок. Окей. Ну, в принципе, это все. То есть, вы поняли. Мы сначала открываем пустой лист. Потом в него вставляем отсканированную работу. Потом идем в Image Adjustments Levels. Здесь играем с контрастностью. Убираем белый цвет. Подтираем все лишнее. Делаем белую заливку под низом каждого персонажа, если нужно. И все. И ваш рисунок для работы в Digital формате готов. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Если будут какие-то вопросы, задавайте. Давайте я вам покажу еще один интересный момент, тоже которым я пользуюсь довольно часто. Возможно, вам это тоже пригодится. Давайте сначала. Значит, я оставила рисунок с поном, но убрала наш отсканированный рисунок. Напоминаю, для того, чтобы вставить отсканированный рисунок в наш документ. Файл, place, desktop, где он был. Вот это он, place. Двигаем его снова, enter. И делаем так, чтобы с ним можно было работать. Окей. Допустим, мы не хотим выделять и убирать белый. Есть еще один очень крутой способ. В любом случае, идем в Image Adjustments и немножко корректируем контраст. Окей. И если мы этот слой... Вот видите, вверху тут есть функции самого слоя. Сейчас он normal. Мы можем перевести его в Multiply. Что делает Multiply? Multiply делает белый невидимым, прозрачным. То есть белый становится прозрачным. Но все остальные цвета тоже становятся прозрачными. Но их хотя бы видно. Это такая альтернатива. Вы точно так же можете под ним открыть еще один слой. И точно так же белой кисточкой текстурной, как мы делали с зеброй в прошлый раз. Закрасить под... Только под зеброй. Этот способ, наверное, еще быстрее. Все зависит от того, что вы хотите, чтобы у вас получилось в итоге. Вы не поверите, но здесь я вообще мышкой рисую, потому что другой компьютер. Вот. Вот у нас прекрасная зебра получилась. И мы эту зебру можем сделать на любом фоне. Пожалуйста. Зебра ничуть не хуже. Точно так же мы поступаем со всеми остальными персонажами. То есть вот Multiply. Если вам нужно, чтобы белый стал прозрачным, вы используете эту функцию. Multiply. Ну, теперь вроде бы все. Опять же, какие-то вопросы пишите в комментариях. Постараюсь на них ответить. Продолжение следует... Продолжение следует...